Общественный сад, инициатива снизу, движение от самых корней. По-английски – grassroots movement, по-русски – партизанщина. В 70-е годы здесь росли не розы, а куча мусора на пустыре на месте сгоревших зданий. Нью-Йорк и Нижний Сайт вместе с ним катились по наклонной плоскости. Стрельба, поджоги, наркотики. Латиноамериканские активисты-сквотеры из группы Чарос вывезли отсюда грузовики мусора. Первопроходец зеленых партизан Лиз Кристи забросал в участок семенными бомбами, такими комочками земли, замешанными в них семенами деревьев и кустов. Так оно и было. Дома сгорели, остались руины. Жители района, включая местных бандитов, взяли на себя задачу расчистить участок и посадить сад. Вот он и вырос. Выйдя победителем из многолетней борьбы с застройщиками и городскими властями, в 2003 году сад был включен в структуру департамента паркового хозяйства. Есть там подразделение под названием «Зеленый палец», оказывающее поддержку автономным садам и огородам. Мы – организация на волонтерских началах. Никому здесь не платят. Иногда сложно угодить всем. У каждого свое представление о том, каким должно быть это пространство. Членам кооператива за 30 долларов в год выделяют крошечный участок. Копаться в грязи – это такая терапия для жителей мегаполиса – заземление. Мы разрешаем выбрать то, что уже растет, и посадить что угодно, при условии, что ваше растение не запрещено законом, неинвазивно, и не является деревом, чтобы не затенять чужой участок. Аспект законности сейчас стал немного расплывчатым, но в основном люди сажают овощи и цветы. Кустов недавно легализованного каннабиса незаметно, а вот цветов и помидоров много. Зеленые томаты поспеть на грядке уже не успеют. Но Росса не очень волнуют чужие овощи или розы. Он здесь волонтер-долгожитель. Ему верен большой общественный участок, где профессиональный ландшафтный архитектор создает мини-ботанический сад. Росс не пытается поразить воображение экзотикой. Его задача – сохранить родные местные растения. А это, по-моему, сорняк. А оно и есть сорняк. Называется железный сорняк. Тоже местный вид. Его долгие годы считали сорняком. Но хипстеры ввели его в моду, как декоративное растение. На самом деле очень полезный источник пищи для пчел. Все это сегодня посадили. И фиолетовые цветы, вот синий зверобой, астры. Все это нам пожертвовали вместе с декоративными травмами вдоль тропы. Общественный сад – учебное пособие для детей и взрослых. Как жить в огромном городе в унисон с природой? Хотите научиться делать компост? Пожалуйста! Лаплаза производит собственную почву, а заодно помогает местным жителям уменьшить свой углеродный след. В центре сада Лаплаза – амфитеатр. Имитацию греческих руин художник Гордон Матте-Кларк еще в 70-е собрал из железнодорожных шпал, обломков стен и другого строительного мусора. Здесь практиковали устойчивое садоводство и ландшафтный дизайн, еще когда этих понятий не было ни в одном языке планеты. Это называется «Прима Лингва». Эта скульптура называется «Прима Лингва». Ее нам подарил фонд Джеки Брукнер. Скульптор и художник, она была пионером в области экологии. «Прима Лингва» значит «первый язык». Это гигантский биофильтр в форме языка. Он сделан из лавового камня. Насос, работающий от солнечной батареи, нагнетает воду на верхнюю часть скульптуры, а потом она стекает по поверхности и питает мох. Пчелы очень любят эту скульптуру. Это нечто удивительное. Марго не стремится создать здесь музей современного искусства. Но не случайно полное название парка – «Ла Плаза Культурал», то есть «Парк культуры Ла Плаза». В его укромных уголках спрятались творения колумбийского скульптора Марио Бустаманте. На стенах вокруг сада – муралы. Забор украшают работой Роланда Политий, художника-анархиста, основателя группы под названием «Поклонение мусору». Есть во всем этом что-то специфически нью-йоркское, когда из семенной бомбы зеленого партизана за 30 лет вырастает нечто высоко концептуальное, оставаясь при этом доступным народным парком. «Ла Плаза Культурал»